Доброе утро! Приветствую вас на торговой сессии среды. Давайте снова возвращаться на финансовые рынки, в эту спекулятивную среду. Думаю, что все посмотрели за динамикой, вчерашней динамикой евро-доллара, и смогли в очередной раз убедиться в том, что даже на фоне отсутствия каких-то значимых макроэкономических событий, вех в нашем экономическом календаре, все-таки есть инфоповоды, внутренние триггеры и катализаторы, которые создают такие безумно интересные движения, волатильные торги, а значит, такие же интересные возможности для извлечения прибыли. Что касается, собственно, динамики активов, я предлагаю здесь действовать, как всегда, по нашему уже классическому сценарию. До евро мы еще доберемся, уже объясним, что же происходило с главным валютным риском после того, как подведем итоги динамики нефти и рубля. В ходе брифинга также обозначу очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительные бонусы плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 7%, это связано с тем, что мы ожидаем очень интересное решение в плане содержания экономического календаря и новостного повода. И сегодня обещает отметиться Новая Зеландия с возможностью снижения процентной ставки. К этому событию нужно подготовиться. Мы, в принципе, уже неоднократно делали акцент на то, что, в принципе, как Австралия, так и Новая Зеландия и другие страны, которые зависят от экспорта сырьевых товаров, находятся сейчас, скажем, в той стадии, которая предполагает дополнительные меры экономического стимулирования для того, чтобы реанимировать и попытаться восстановить прежние темпы экономического роста. Канада у нас уже отметилась, впереди Австралия и Новой Зеландия, но я думаю, что Новая Зеландия имеет все основания для того, чтобы опередить даже резервный банк Австралии. Что касается нефти и рубля, откройте, пожалуйста, графики Брента, посмотрите, актуальные котировки 56-55, примерно так. Если проанализируем вчерашнюю торговую сессию, то сможем увидеть, что нефть вчера подросла, опять же, после такого цикла коррекционных сессий это было, в принципе, ожидаемо. Я думаю, что вопросов, факт этого бычьего интереса к нефти сейчас не вызывает. Но это что касается каткосрочного трейдинга. Мы же все-таки рассматриваем и анализируем ситуацию с энергоресурсами с точки зрения позиционной торговли, то есть долгосрочной торговли. И если вчера мы видели, как падает индекс доллара, соответственно, поддерживает позиции нефти, то сегодня ситуация уже изменилась, потому что на азиатской торговой сессии нефть, по сути, уже отыграла обратно то ралли, которое мы видели вчера и вернулась к тому рубежу, с которого, собственно, мы начали эту неделю, очень недалеко до нашей стратегической цели 55. И что касается новостного фона, здесь, пожалуй, еще раз стоит освежить память и сделать очередной акцент на то, что сейчас ничто, скажем, нет оснований для того, чтобы главный энергоресурс для российской экономики, очень определяющий энергоресурс для экономики Канады, нащупал основания для восстановительного движения и снова двинулся в район 60 долларов за баррель. Мы знаем то, что есть сделка между Западом и Ираном, мы ожидаем снятия финансово-экономических санкций. Сроки пока такие размытые, точно еще неизвестно. Когда это произойдет через полгода, может затянуться на 10 месяцев, может быть, на год. Но самое главное, факт остается фактом. Эти санкции будут сняты, а значит, Иран сможет использовать весь свой производственный потенциал для того, чтобы увеличить производство нефти в стране и, соответственно, увеличить продажи. Мы говорили, что потенциально рынок энергоресурсов уже должен готовиться к тому, что на рынке могут появиться до 4 миллионов баррелей в сутки. Также отмечу объективную слабость китайской экономики, еврозоны, что, в принципе, усиливает еще больше как раз восхождение между спросом и предложением. Не забываем про то, что Международное энергетическое агентство сообщило о том, что спрос в 2015 году уже, в принципе, гораздо ниже, чем предполагалось в 2016 году. Он снизится с 1,4 миллиона баррелей в сутки до 1,2. Еще дополнительный негатив. То есть мы, по сути, уже готовимся войти в 2016 год, опять же, с серьезными фундаментальными рисками для черного золота. Поэтому наши позиционные трейды, которые мы проводим по этому активу, уже долгое время направлены исключительно вниз. И я думаю, что те, кто прокатился уже с нами с очень высоких уровней, когда актив торговался в районе 65-70, уже находится в очень неплохом профите. Но потенциал коррекции еще не исчерпан. Следующая цель 55. Туда пока идем. Что касается рубля, здесь, в принципе, без изменений. Опять же, если посмотрим на актуальные котировки на премаркете, рубль сейчас против доллара торгуется на той же самой отметке, что и, по сути, несколько дней назад и в конце прошлой недели. Держится в районе 57. Есть, конечно же, задел еще дополнительной девальвации. Это основа нашей длинной позиционной сделки. Но что касается каткосрочного трейда, мы отметили, что у рубля сейчас, в принципе, могут быть основания для того, чтобы просесть даже в район 56, может быть, даже еще чуть ниже. В качестве этих оснований мы отметили как раз очередной налоговый период. В принципе, российские экспортеры уже готовятся к тому, чтобы исполнять свои налоговые обязательства. В летний период они значительны. Пик платежей придется на следующий понедельник и вторник. Соответственно, можно уже с конца этой недели готовиться к тому, что рубль получит поддержку со стороны потенциала конверсионных сделок, когда валюта будет переводиться в рубли, что повышает спрос на рублевую ликвидность и поддерживает позиции валюты российского актива. Также отмечали ситуацию на юго-востоке Украины. Пока, конечно же, мы все-таки придерживаемся той позиции, которую видим, исходя из общей картины в средствах массовой информации, что ситуация вроде бы как стабилизировалась, и, соответственно, это можно использовать в качестве, опять же, как косрочного фактора для усиления позиции российской валюты против основных конкурентов доллара и евро. Что касается других факторов влияния на рубль, здесь, опять же, стоит обратить внимание на действия Центрального банка, стоит обратить внимание на абсолютно объективные свидетельства и подтверждение слабости российской экономики. Об этом, я думаю, мы поговорим после уже завершения налогового периода, когда снова вернемся к обозначению исключительно негативного тренда для рубля и возможности еще более глубокого витка девальвации. Может быть, даже движение, опять же, в перспективе нескольких месяцев российской валюты против доллара выше 59, а может быть, даже и к 60. Поэтому, в целом, нужно, чтобы сейчас присутствовало и имелось представление о том, что рублю, к сожалению, пока не за что зацепиться с точки зрения долгосрочных факторов для укрепления. И, учитывая то, что Центральный банк уже неоднократно дал нам понять, что будет следить за динамикой на валютном рынке, значит, в принципе, обозначать сейчас возможность возвращения российской валюты ниже 55 вообще не стоит. Это все равно, что сделать ставку на то, что нефть вырвется выше 65. Пока это маловероятно. Если спустя какое-то время для этого появится основание, мы, конечно же, к ним вернемся, поскольку каждый брифинг мы, по сути, актуализируем весь налостной фон. Но пока таких ожиданий нет. Это значит, делаем позиционную ставку на еще большее ослабление российской валюты. Идем дальше. Евро-доллар. Откройте, пожалуйста, графики. Посмотрите вчерашнюю торговую сессию, когда, по сути, мы прирост увидели в 200 пунктов. С чем это связано? Я думаю, что трейдеры, с одной стороны, решили еще раз все-таки дисконтировать в динамику главного валютного риска, тот позитив, который имел место быть после сделки и соглашения между Грецией и тройкой корриторов. Речь идет о том, что, по сути, сделка достигнута. Третья программа финансовой поддержки уже предоставлена. Ее сумма 86 миллиардов евро. И будем надеяться вместе с греческим правительством, что этих денег хватит, чтобы хоть как-то сейчас поддержать национальную экономику. Греческий банковский сектор функционирует, обслуживает своих клиентов. Поскольку деньги поступили на государственные счета Греции, значит, появилась возможность также исполнить долговые обязательства перед Международным валютным фондом и Европейским центральным банком. Конечно же, такого позитива по Греции мы давно не видели, в принципе, вообще не видели на протяжении последних нескольких месяцев, поскольку мы готовились к самому негативному сценарию. Интересно то, что столь актуальные и серьезные проблемы для Греции могут снова появиться уже буквально спустя какой-то год. Потому что не нужно забывать о том, что совокупное долговое обязательство слабой греческой экономики превышает 350 миллиардов евро. Сейчас им предоставили помощь 86 миллиардов, но программа поддержки некоторое время назад, несколько лет назад, была даже более объемлющей, но все равно это ни к чему не привело. Греческая экономика продолжила слабеть и в итоге столкнулась с очередным кризисом. Поэтому на какой-то период времени сейчас, еще раз напомню, мы, конечно же, убираем в прозапас греческий фонд, вернемся к нему спустя какое-то время, неопределенное, может быть, через год. В общем, когда до этого появятся основания. И сейчас все-таки делаем ставку на более объективный и актуальный новостной фонд. А он связан уже как раз с общим состоянием экономики еврозоны и осознанием того, что валютный блок нуждается в дополнительных мерах экономического стимулирования. Под ними я уже подразумевал возможность более агрессивного выкупа государственных облигаций и расширения программы количественного смягчения. Также в качестве еще одной причины вчерашнего ралли по рисковым инструментам, прежде всего по евровалюте, стоит отметить абсолютно логичное, оправданное, но неожидаемое так быстро желание зафиксировать тот результат, который уже достигнут по сделкам. Соответственно, трейдеры, которые прокатились уже на волне разгрузки евро по итогам прошлой недели, несколько торговых сессий у нас было, по сути, без коррекции, сейчас решили зафиксировать уже, скажем, профитный результат коротких сделок, поскольку действительно он оказался очень неплохим. И закрытие этих коротких сделок спровоцировало такой же всплеск интереса к евро, но не с точки зрения покупок, а с точки зрения просто логичной технической коррекции, логичного технического восходящего отката. Но сейчас, я думаю, что этот восходящий импульс, который мы видели по итогам вчерашней торговой сессии, уже сейчас можно использовать для того, чтобы занять еще более, может быть, интересные коррекционные сделки, направленные на снижение главного валютного риска. И, по сути, рынок, наверное, можно сказать, подарил возможность тем, кто сомневался в том, что евро столкнется с серьезной разгрузкой, еще раз оценить перспективы этого тандема валютных активов. И поскольку мы уже отмечаем тот факт, что расширение программы количественного смягчения, скорее всего, станет реальностью в самое ближайшее время, значит, уровень 1.10, если такой будет достигнуть сейчас актуальной котировки 1.09 с небольшим, будет хорошим ценовым рубежом для того, чтобы оттуда поставить сделки, соответственно, на следующую, последующую после этого продажу и возвращение пары евро-доллара в район 1.05. Но мы пока руководствуемся целью более скромной 1.07.50, 1.07, тем более, что даже краткосрочно для нее сейчас остается 200 пунктов, также очень интересная сделка. В общем, в целом, мы делаем ставку на снижение евро, и я думаю, что спорить с этим не нужно, поскольку в целом фундаментальная картина, ситуация на долговом рынке, и в частности, ситуация с немецкими облигациями, снижение доходности явно указывает на то, что оснований для роста евро абсолютно нет никаких, по крайней мере, для среднедолгосрочного роста, а именно на него мы и делаем самый главный и основной упор. Идем дальше. Доллар японская иена. Вчерашняя торговая сессия оказалась для американца разгрузочной, хотя если мы, скажем, посмотрим за динамикой доллара на азиатской торговой сессии и уже на европейской в первой части ее, то можно заметить, как USD иена, в принципе, достигла своего локального максимума, он был зафиксирован в районе 124.47, и, казалось бы, уже ничто сейчас локально даже не развернет этот тандем валютных активов, а позволит лишь еще больше убедиться в том, что следующей целью станет рубеж 125. Но после этого последовала коррекция, пара уже оказалась ниже уровня 124, и, в частности, главная причина в связи с той динамикой, которую мы наблюдали, это снижение индекса доллара. И еще, пожалуй, в качестве следующей причины можно обозначить локальные макроэкономические данные. Они, правда, были неопределяющими, но все-таки оказали свое негативное влияние на доллар. Но это, опять же, лишь локальное движение. Нельзя говорить о том, что оно будет иметь какое-то продолжение, поскольку у нас в целом есть общая фундаментальная идея, которая уже стала причиной стремительного усиления позиций роста, позиций американской валюты и движения как раз к нашей цели, которую мы поставили ранее. Это комментарии со стороны американского монетарного руководства о том, что, в принципе, ФРС уже готовится к повышению процентной ставки. И мы услышали эти комментарии не просто со стороны, не только со стороны голосующих членов ФРС, но и со стороны председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Еще один очень важный момент касательно ситуации с американскими трежерис, то есть с американскими облигациями. Мне кажется, что это аргумент для тех, кто сомневается в том, что доллар будет расти. Если мы посмотрим на текущий спред доходности американских бумаг и немецких, то он уже достиг 200 пунктов. Рейтинговые агентства, инвестиционные банки прогнозировали возможность такого расхождения только, скажем, прям по факту, в преддверии самого решения по нормализации денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки. Сейчас мы видим то, что этот спред уже достиг такого показателя. А значит, в потенциале это мощный бычий сигнал для роста американца против всех основных инструментов. И это еще одно подтверждение того, что ФРС действительно готовится к тому, чтобы выкатить на рынок столь долгожданное решение, как ужесточение монетарной политики. Вспомним комментарии руководителя ФРБ Сент-Люиса Джеймса Булларда, который также проанализировал текущую экономическую ситуацию в США и пришел к выводу, сообщив его о том, что, скорее всего, даже ФРС пойдет на повышение процентной ставки не в декабре, а в сентябре этого года. И в связи с этим хочу еще напомнить вам комментарии от других членов. Я, правда, уже не помню фамилию, но, наверное, это не суть важна. Самое важное здесь – это просто иметь четкое представление о том, что есть позиция касательно того, что до конца этого года мы увидим даже двукратное повышение процентной ставки в сентябре и декабре. Интересный, конечно, новостной фон, но еще раз напомню, что мы хотим дождаться, по крайней мере, одного столь серьезного решения. И, скорее всего, оно последует уже совсем чуть-чуть, совсем в ближайшее время. В сентябре, по сути, у нас два месяца еще, то есть времени все меньше и меньше. В принципе, уже до сентября пара USD и Yen сможет показать еще более интересное восходящее движение. Мы пока ориентируемся на цель 125, но я считаю, что это будет лишь промежуточным этапом для еще более интересного восходящего движения. Еще хотел обратить ваше внимание на сегодняшний отчет по процентной ставке в Новой Зеландии, хотя он придется, скорее уже, со среды на четверг, поздней ночью. Есть основания полагать, что Новой Зеландии, резервный банк Новой Зеландии, сегодня снизит процентную ставку на 25 байсных фонтов. Разумеется, если это произойдет, можно вспомнить то, что происходило с канадской валютой, когда Банк Канады снизил процентную ставку на прошлой неделе. Канадец потерял против американского конкурента в моменте около 200 пунктов и еще до конца недели лишился еще 100 пунктов. То есть потенциал коррекции был существенным и он реализовался, по сути, в три фигуры ослабления. Сейчас по Новой Зеландскому доллару мы видим актуальные котировки в районе 0,6610. И поскольку основания действительно имеются для смягчения монетарной политики, опять же, учитывая объективную слабость Новой Зеландской экономики, я считаю, что если ставка будет снижена, то новозеландец пара НЗД-ЮСД сможет просесть также примерно на 150-200 пунктов. И следующей цели уже окажутся 0,64 и 0,63. Это наши долгосрочные ориентиры и ожидания. И сейчас они актуальны, как никогда. Вполне возможно, что эта неделя сможет уже по факту подобного решения, если оно последует на рынке, приблизить нас к реализации этих целей. Но стоит иметь в виду, что если снижение процентной ставки случится, то, скорее всего, до конца этого года мы сможем увидеть даже еще одно снижение, поскольку в целях для резервного банка Новой Зеландии может оказаться смягчение монетарной политики, коррекция ставки, в принципе, до уровня 2,5. Пока потенциал, скажем, снижения 75 байсных пунктов. Австралиец после этого и резервный банк Австралии, думаю, также не будет отставать. И первой ласточкой в этом ключе уже у нас выступила Канада, которая ясно дала понять, что на текущий момент, учитывая объективную экономическую реальность, все-таки нужно действовать на опережение, прибегать к мерам экономического стимулирования и поддерживать экономику теми инструментами, которые имеются в арсенале монетарного руководства. Банк Канады проанализировали, смотрим за новозеландцем, потом переключаемся на Австралию. Ясно? Ну, поскольку мы уже сделали такую значительную ставку на Новую Зеландию, сегодня давайте возьмем именно это в словосочетание, Новая Зеландия, эту страну в качестве нашего бонусного слова. Новая Зеландия, и что касается бонуса, 7%. Это дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Вопрос есть? Да, есть вопрос на нашей канале. Ново так хорошо снизилось, как думаете, продолжится снижение или уйдет среднесрочную коррекцию? Думаю, снижение продолжится. И, как я уже отмечал, в потенциале у золотого актива против американского конкурента имеется возможность движения даже в район 1000 долларов за тройскую унцию, где находится уровень себестоимости. В принципе, что касается фундаментального фона, то здесь в качестве ключевого фактора стоит отметить очевидный рост американской валюты, который будет только усиливаться и продолжаться. Кроме того, как показывает последняя практика, трейдеры явно уже не испытывают какого-то интереса к драгоценным металлам, особенно к золоту, поскольку золото, в отличие от других активов, не может похвастаться ни процентным доходом, ни дивидендами, ни прочими выгодами, которые, в принципе, характеризуют и другие финансовые активы, инструменты, присутствующие на рынке. Поэтому сейчас золото, ты, в принципе, уже с 2011 года, это аутсайдер рынка, и я считаю то, что потенциал коррекции получается еще примерно 10%, даже больше 10%. Делаем ставку на снижение в район 1000 долларов за тройскую унцию. Большое спасибо за вопросы, ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Аммаркетс. Оставляйте ваши вопросы под видео окном. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...